Проблема в этом году, в Год экологии, ваша партия поставила? Ну, смотрите, я считаю, что главная концептуальная вещь, которая сейчас есть, это Год экологии, это решение президента, есть соответствующий указ, есть у нас постановление правительства Российской Федерации, 234 мероприятия на территории Российской Федерации официально проходят в рамках Года экологии. Некоторые вещи носят глобальный характер, ну, например, построить завод термического безвреживания в Московской области 4, в Татарстане 1, при этом провести какую-то фотовыставку, все-таки масштаб этих двух мероприятий, он разный, согласитесь, решить проблему создания индустрии мусороперерабатывающей даже в отдельном московском регионе, где примерно по подсчетам 10-12% всего отходов, которые есть в России, на этом месте здесь у нас скоплено. И огромный экологический ущерб нанесен в Московской области, с 2000 года мы вывели из хозяйственного оборота примерно 15 тысяч гектар земли, вы же понимали, они замусленные, это нужно рекультивировать, на это нужно примерно 4 триллиона рублей, таких денег нет для того, чтобы это сделать. Ну, это и полигоны, которые закрыты, у нас было 39 официальных полигонов, сейчас осталось 19, они закрыты, но они закрыты, они не стали лучше, понимаете, да, и если мы перестанем их обслуживать, их надо рекультивировать, есть технологии, можно это делать, там надо сделать систему газовой очистки, поставить купол, закрыть, ну, там все достаточно понятно, что делать, но каждый полигон это 200, 250, 300 миллионов рублей, примерно, на революционную. Ну, деньги для бюджета, да? Ну, деньги нужны для того, чтобы это делать. Ну, какая технология их... Денег мало, денег мало, там заводы строить, это технологии, у нас нет в России своих технологий, мы должны их покупать. А какие мировые технологии вот ориентированы у нас вот в стране? Ну, смотрите, у нас компания Ростех, да, которая взялась устроить эти заводы, заявила о том, что у них есть рабочая договоренность с компанией Hitachi, это Япония, которая, собственно, не поставит этой технологии. Ну, проверить это затруднительно несколько, да, поскольку коллеги еще ничего не стали реализовывать, и Hitachi пока не приехал, ничего не рассказал. Но есть такая технология, там, кто-то ее критикует, коллеги из Greenpeace ее критикуют, считают, что она, там, имеет определенную коррупционную составляющую. Есть вот тема мусорной переработки, это, по сути, глобальная тема, которую озвучил Сергей Борисович Иванов, как спецпредседент президента по вопросам природоохранной деятельности и экологии. Это вот одна часть. Есть вторая часть, набор конкретных мероприятий, ну, не знаю, дать юридический статус заповедникам, да, которые должны были иметь статус, но не оформили документ, раз. Привести что-то в порядок, например, проект большого уборка, да, это два. Есть про статистические мероприятия, рассказать людям про тот же раздельный сбор мусора и вообще какие-то вещи, там, про ресурсосбережения, да, там, есть, например, направление отдельной социальной рекламы. Есть тема просто конкретных мероприятий, привлечения внимания, фотовыставки, фильмы и так далее. Ну, это разные великие мероприятия, но они объединены в единый список. Поэтому мы в этой части участвуем, все, что от нас зависит, мы максимально будем делать. У нас тема экологии никак не финансируется в глобальном масштабе. Я могу привести в мой разговор с господином Силуановым, с министром финансов Российской Федерации. Он публичный, поэтому могу пересказать. Он рассказывал про бюджетный процесс, вносил, как раз, там, предложение, как официальный представитель правительства в Государственном доме, рассказывал о тех вот бюджетной политике, которые у нас были в ближайшее время. Вот во всем документе, который был представлен, и в записке, собственно, да, непосредственно к третьему чтению законопроекта, это финальное чтение в Госдуме, не упоминает слово «экология» никак. Это в год экологии происходит. То есть вообще нет такого приоритета – экология. Я у Антона Германовича поинтересовался. Говорю, скажите, пожалуйста, у нас переход к зеленой экономике, ресурсобережения, стандартизация. Мы даже в год экологии обсуждать не будем с вами, вы считаете, что вообще это не приоритет? На что он говорит, я с вами полностью согласен, это все абсолютно верно. Денег нет. Денег нет, да, как говорится. Ну, Дмитрий Анатольевич до этого нам тоже об этом говорил, как говорится, да, денег нет, но вы держитесь. Мы держимся, держимся, что можем, делаем и в прикладном поле решение конкретных вещей, там, убираться, развивать и так далее. Мы этим будем заниматься, там, даже экологические лагеря летом собираемся провести, рассказать, вот, был хороший опыт, например, эко-неделя селигера в свое время, да, там, разные отношения было к этому мероприятию, селигер. Но эко-неделя было очень толково, хорошее обучение, хорошо ребят учили прикладным вещам. Это правильно вернуть, это надо делать, вот, и делать без какой-то широкой помощи. Да, в связи с этим вопросом, как в школах надо вернуть, ну, не вернуть, а, может быть, такое предмежие, связанное с экологическим воспитанием. Ну, очевидно, что у нас школа все больше и больше приобретает функции не учить, а просвещать, тире, как говорится, воспитывать. Я вот тему воспитывать, там, не очень поддерживаю, да, все-таки у нас там, светское государство, не надо никого воспитывать, там, да, и там, чему-чему-то так вот учить, как говорится, в переносном смысле этого слова. То есть, должны быть какие-то знания, но определенный минимальный объем знаний надо все-таки детям давать. Но люди должны понимать, собственно, откуда вода берется, как говорится, да, как она там загрязняется, какие есть проблемы, какая должна быть, там, государственная политика направлена на решение этих вопросов, да. Ну, это такие очевидные вещи, которые лежат на поверхности. Например, по теме мусора, почему надо раздельно собирать? Ну, мне кажется, в школе надо, объясни, почему надо его собирать? Это такое прикладное, понятное знание. А этого пока нет, да? Ну, слушайте, в разных школах по-разному, я бы не сказал, что нигде нет или там везде есть, там, да. Я считаю, что определенный объем информации в рамках учебного плана, в рамках образовательного стандарта, безусловно, должен быть предоставлен. Нужно для этого делать отдельный предмет экология или там природовейник, как раньше было, не знаю, когда я учился, был природовейник, да, сейчас, наверное, это, может, по-иному называется у нас там. Ну, ведь тут это экология, так называется, это экология. Я в этом ничего плохого не вижу. Нужно ли на это выделять какое-то количество, наверное, нужно. Как построить учебный процесс и образовательном стандарте это прописать, это вопрос к специалистам, я не специалист в этом, да. Я не могу сказать, какой учебный план должен быть принят. Но то, что об этом надо говорить, это совершенно точно. Второй вопрос, как говорится, о том, почему мы начали с вами говорить, про мусорные отходы, да, отходы, решение мусорных проблем. Это ключевой вопрос, вообще, на самом деле, вот экологической проблематики в России, если брать масштабы всех проблем, которые есть, там, леса, загрязнения, воздуха, почва и так далее. У нас огромное количество проблем, но я просто приведу несколько примеров, чтобы вы понимали масштаб проблемы. Красный Бор, Ленинградская область, недалеко от Санкт-Петербурга, была свалка, образовалась в конце 20-х, начале 30-х годов прошлого века. Ну, вроде сейчас это, как бы, свалка-то, вот там валяется, как говорится, все закрыли, давайте вынимем рекультир. Выдели большие деньги на рекультир, это же большой объект. Начали, собственно, убирать все это, там, часть, собственно, там, под грунт. И одному из экспертов не понравилось в морфологии, вот внешний вид того, как выглядит мусор. Говорит, давайте морфологически, как говорится, экспертизу взяли, говорит, какая-то проблема там, тяжелый металл, очень большое превышение. Сняли еще один слой, еще больше, сняли еще один слой, там шахта, оказывается. Зонт отправили в шахту, посмотри, химические отходы. То есть, если мы это начнем сжигать, это заражение 500 километров. Весь Санкт-Петербург, вся Ленинградская область и значительная часть территории соседних областей. У нас огромное количество, кроме проблемы ТБО, где мы просто замусорили нашу страну, есть проблема вот с очень вредными отходами, биологические, медицинские, не говорю про химическую и про промышленность, и химические загрязнения, которые есть. Этим всем надо заниматься. У нас нет достоверных данных, нужно огромные деньги на исследование этого, всего того, чтобы понять, что у нас вообще есть. Но, рационально говоря, у нас огромный накопанный экологический вред. И то, что и Путин, и Иванов говорят об этой проблеме, это очень важно. И в этом плане абсолютно безносительно политических взглядов, идеологических взглядов, все социально ответственные люди, которые есть в стране, я призываю парламентские партии, и вообще всех разумных людей, этой проблемой надо сниматься. Прямо в московском регионе ситуация практически критическая, через 4 года закончатся все возможности всех полигонов. Если мы не построим мусор-прирабатывающие отрасли, нам просто некуда будет выбрасывать, у нас нет земли, подходящей для новых полигонов. Вот нет новой земли. А эти полигоны заполнятся. Насколько я знаю, в московском суббассе в ужасном состоянии есть. Ну, слушайте, пример вам тоже, практически пример вам тоже. Шереметьево. Шереметьево, да, это рядом, но Шереметьево не далеко. Там у нас вроде аэропорт, да? У нас там строится… Там есть аэропорт. Вроде аэропорт, да, вроде аэропорт, вроде туда международный аэропорт, летаем, как говорится, да, и это недалеко, и многие люди из уважаемых людей, как говорится, властимучих, как говорится, там бывают. Рядом Шереметьево, если вы заметили, была свалка, очень большая свалка. Когда начали строить третью взлетно-посадочную полосу третьего этапа, она нужна для чемпионата мира по футболу. Для приема гостей строится новый терминал, нужна взлетно-посадочная полоса с определенными требованиями по самолетам, чтобы они могли садиться на эту полосу. Когда начали строить, выяснилось, что из-за свалки, которая периодически горит, нарушена аэронавигация. Просто нарушена. Невозможно садиться на эту взлетно-посадочную полосу. Нельзя самолет пускать туда. Вручение по чиновничьей линии, давайте-ка разберемся с товарищами, владельцами этой свалки, что же у вас на такой происходит, почему она горит у вас постоянно. Далее, вручение, ничего не происходит. Не глава администрации этого местного управления нашего Московской области, ничего сделать не может. Ни министра не может сделать, ни губернатора ничего не может сделать. Знаете, как ЗАК решили проблему? Вручение Владимира Владимировича Путина отправит туда представитель национальной гвардии вместе с Федерацией, Федеральной службы охраны. Это закрыли, как говорится, по личному поручению Путина с участием представителей ФСОО, Федеральной службы охраны. При поддержке с национальной гвардией, внутренние войска, вооруженные люди пришли, этих людей попросили оттуда убраться. Перекрасило все это гореть. И сейчас потратили большие деньги, порядка 200 миллионов рублей, чтобы половину свалки просто вывезти оттуда. Просто мало ее вывезти. И уж потом надо утилизировать этот мусор. Мы же будем с одного места в другое перевозить весь этот мусор. Это проблема. Вот масштаб проблем в Московской области не где-то там, но так же, как про водоемы. Вы знаете, Рублево-Успенское шоссе такое место особенное, как говорится, много каких-то достаточно уважаемых людей находится. Понятно. Там есть водозабор. Люди же тоже воду пьют-то. Они же не с космоса ее получают. Совсем недавно выяснилось, что около этого водозабора была свалка. И около свалки вот эти все фильтраты, газы, как говорится, и химические вещества, тяжелые металлы попадали в водозабор. Когда это выяснилось, водозабор закрыли, начали думать, что с этим делать. Но поверьте, если у вас там стоят даже супер современные фильтры, и у вас превышение будет тяжелых металлов в сотни раз, вам никакие фильтры не помогут. Это все равно загрязненный водный источник. И оттуда пить воду нельзя. Вот просто точно нельзя. Но если это происходит, извините, как рядом с жуками, раздорами, как за горками, то происходит другая часть Московской области, Московского региона. Надо понимать, что это представляет национальную угрозу, национальную безопасность. И тема мусора – это вопрос национальной безопасности России. А у нас даже нет органов российских федераций, которые занимаются отходами. Нет такого органа. В Московской области – это один из земных субъектов, где есть профильные министерства, которые за это отвечают. У нас есть министерство природных ресурсов. РФ, если вы имеете в виду, федеральный уровень. Есть Росприводнадзор. Например, я написал письмо Владимиру Ильичу Путину недавно. Это было пару месяцев назад. Предложили вести эко-омбудсмена. У нас уже есть омбудсмен по всем вопросам. По вопросам семьи, детей, животных, вообще всего. Про животных – это важная вещь. Я говорю, давайте эко-омбудсмена сделаем представителя сообщества. Мне отвечает советник-президент Бедрицкий. Большой специалист по климату видно. У него так написано «советник по климату президента». Он мне говорит, нет-то в этом необходимости. У нас куча других госорганов. Я ему говорю, омбудсмен – это не чиновник, это представитель сообщества, который тебя будет заставлять Бедрицкий работать. Потому что ты плохо работаешь. Вот ничего хорошего пока не сделал. Но министерство трудных ресурсов есть, но оно не отвечает за отходы. Он отвечает за компоненты только отходов. Есть Росприводнадзор, они вроде должны контролировать, выдавать лицензию. Но очень много примеров, когда это делается не совсем просто так. Есть у нас Минпромтор, который занимается промышленными отходами. Есть Министерство строительства ЖКХ, которое занимается вроде коммунальными отходами. Очень раздроблено вот это. Ну понимаете, это министры, это же огромная структура. Мы говорим министра, нам кажется, у Донского министра просто. Это огромная структура под ним. Заминистры, начальники департаментов управления, бесчисленное количество там чиновников. На полное здание сидит каких-то людей, которые вроде чем-то занимаются. Каждый что-то пишет, кит-отчет. Вроде все нормально. А итог этой всей деятельности. Все мнения, дитя без главы. Никак не решалось проблем, так и не решается. Очевидно, нужен и ДИНОР, который этим будет заниматься. Ну как минимум. По поводу национализации всего этого, ну у меня кажется, что это не столь глупая идея, которая есть. Хотя я человек рыночной экономики, считаю, что это правильно, надо рыночными механизмами. Но если там одни бандиты, ну какая рыночная там, какие рыночные механизмы, ну не знаю, не поставишь везде к вооруженных людей, которые могут, не знаю, с автоматами ходить и заставлять их работать. Или весы проверять. У них половину всех полигонов, можно посмотреть, весы неправильно настроены. Просто неправильно настроены. Они показывают другие данные, чем есть в реальности. Поэтому у нас заполнялись полигоны, например, там 45%. А вы видите, горы такой огромные. Я говорю, что это такое, как у вас тут еще запас 55%. Они говорят, ну так это, ну наверно, песок, песок это. Или там землю мы посыпали немножко. Говорят, какую же там землю? Земли это не видно, как говорится. Один на одно ты более живет. Ужас. Вот полигон, вот школа, вот детский сад, вот населенный пункт. Деревня там, 300 человек живет. Знаете, какое расстояние между детским садом, школой и полигоном? 300 метров. 300 метров. Полигон, там дети. 300 метров. Дети, да. И когда говорят, что есть все нормально, некие последствия, нет онкологических заболеваний, да вот люди там умирают, средний продолжительность жизни в этой деревне, 50 лет. Они говорят, ну как бы это, наверное, там, выпивают, из-за этого с этим связано, как говорится. Некачественный алкоголь, бояршник не надо пить, как говорится, гражданам. А ты подумаешь и говоришь, слушайте, ребята, ну это же не дело. Ладно еще там, взрослые люди там, не знаю, могут принять какое-то решение, поехать в какую-то местность. Дети там у вас находятся. Они говорят, закрывать не закрывать полигон. Ну это тоже вопрос. Ну закрыли мы что, вот этого запаха не будет, что ли? Ни там не будет выделяться. Но при этом все, с другой стороны полигона есть и другое поселение, там люди с пониженной социальной ответственностью, как говорится. Как у нас Владимир Владимирович сказал, про понижение социальной ответственности. он про девушку говорил, а я вот более широко, про пониженную социальную ответственность, это бомжи, это бомжи, это как бы не жирец любви, а бомжи, они очень активно в этом полигоне, они там, кстати, много, они выполняются по сортировке, которую мы, как говорится, не выполнили, они очень качественно выполняли, все, что полезно, они утаскивают, тут все, но это же не идея, не дело, но они тоже люди, им тоже надо как по-челочке-то относиться. Это связано с их социальной позиции. Пониженной социальной ответственности. Ну, это вообще проблема общества, так скажем, они даже в этом не виноваты. Не, ну, понятно, не виноваты, я не говорю, что это как бы хорошо или правильно, это факт, это так и есть, да, не знаю, другой, например, как бы Сьянова, как говорится, другая свалка, как говорится, Серпуховская, Московская область, да, вот, Серпухов 1, Сьянова 1, Сьянова 2, горит, знаете, почему горит, там у них есть такой владелец всей этой истории, Курченков, он, кстати, общественный деятель, вы спросите его, он говорит, Возглавляет организм «Зеленая Россия», «Зеленая Россия» возглавляет. Такие мероприятия проводят, как говорится, красивые, помпезные, как говорится, да, видно, там нажитые, нетрудовые, как говорится, средства этого полигона, он владелец этого полигона, как говорится, да, если он со мной не сойдет, он может суд на меня подать, как говорится, да. Может, какие-то особые технологии переберутать. Технология, технология очень простая, как бы, он нашантажирует руководство Московской области, что если вы не дадите мне возможность дальше работать, несмотря на то, что у меня ресурс моего полигона исчерпан, да, и не дадите мне, как через какую-то схему финансовых средств для государства, поддержки, как говорится, с прерывкой активации этого всего полигона, да, немедленно, я сейчас ухожу, и он будет гореть, я его буду поджигать. Вот что господин Курченков успешно делает, в последнее время, как говорится, да, на полигоне никого нету, стоит какой-то один сторож, случайно смотрящий куда-то вдаль, как говорится, да, а он постоянно горит. Возмущенные граждане говорят, слушайте, вы там между собой можете разбираться, сколько хотите, Курченков, начальники какие-то местные, там, областные, там, районный начальник тоже специфический, фамилия Шестун, там есть такой гражданин, как говорится, да, который тоже живет в особом мире, как говорится, он говорит, я ничего не буду трогать, это проблема Воробьева, это проблема губернатора. Но это тоже проблема какая-то, губернатор, да, он виноват во всем, как говорится, да, а люди смотрят и говорят, слушайте, пока вы все разбираете, мы же с собой, мы же помрем, как говорится, да, что же происходит-то от этого? Там смолк же получается, наверное. Ну нет, ну слушайте, запах, как говорится, да, горит это все, ну, и там тоже есть, опять же, это вопрос смежный, как говорится, например, с водозабором, у нас, когда происходят все эти процессы химические, да, если по-простому объяснить, вот это все уходит в почву, из почвы это уходит, водные слои, водные слои, они мы, к сожалению, при всей системе государственного управления и управляемой демократией, управлять ними не можем, они объективно приходят в реку, да, где есть водозабор, эти тяжелые металлы есть там, ну это фактически так, фактически это место экологической катастрофы, везде, где есть полигоны, особенно где их неправильно эксплуатируют, да, или не эксплуатируют вообще. Как вы считаете, вот можно ли привлекать туда международных экспертов, и есть ли для вас авторитеты международные эксперты в области? Да и слушайте, куча людей профессиональных, которые этой темой занимаются, да, мы просто же, проблема не в том, что нет решения этой проблемы, да, или что международной практики нет никакой, или у нас в России какие-то люди особенные живут, да. Выживают, которые не живут. Мне кажется, проблема очень простая, 70 лет на эту проблему вообще было плевать, у нас в советской системе не было проблем и отходов, нет такой проблем, ну, единственное, что мы занимались, макулатурой, как говорится, у нас пионеры должны были заниматься, да, и батарейки, как говорится, куда-то собирали, но дело важное, это популизм, да, это как бы все правильно дело, как говорится, но это популизм чисто воды, был плевать, как бы, да, мы загрязняли, как хотим, что хотим, и никто за этим не следил. Потом было, наступило рыночное время, когда у нас появились особенно талантливые люди, которые стали с этого зарабатывать, да, уже было, им не наплевать, но наплевать, не наплевать смысле на свой заработок, и они принимали все, что угодно, как угодно, да, лишь бы заработать эти деньги, да, сейчас приходит какое-то новое время, когда мы, наверное, должны осознать социальные последствия, экологические последствия для нашей жизни, жизни наших детей, что мы натворили, как говорится, на территории, где мы сейчас живем, что надо с этим что-то делать. Вот сейчас приходит осознание, и вот в год экологии, и у руководства страны появилось осознание проблемы, что эту проблему надо решать. Это проблема больших государственных средств. Мы в нулевые годы гуляли, у нас там начальники Куршавели, как говорится, да, подсоветские кем-то танцевали на столе, как говорится, радовались, как говорится, и с девушками, как говорится, красиво катались. Деньги потратили, денег нет уже, как говорится, да, у нас 90-е годы, как говорят, там, ураганили одни, а в нулевые, вроде как бы, все было у нас нормально. Да нет, ураганили, просто другие, да? Вот сейчас приходит осознание того, что после этого банкета придется платить как-то, а денег особенных уже нет. И сейчас надо будет искать средства для того, чтобы порционально себя вести. И с одной стороны, это плохо, что денег нет, с другой стороны, это хорошо. Плохо, потому что деньги всегда нужны для того, что это средства, без них ничего не сделаешь. Но с другой стороны, это хорошо, что за столице задуматься. Вот в условиях ограниченных финансовых ресурсов надо думать. Не просто принимать любые управленческие решения. Работать в Сбербанке крайне комфортно на менеджерской позиции. Любые решения, которые ты не принимаешь, даже самые идиотские и неверные. Если ты просто клинический идиот, принимаешь все неправильные решения, то у тебя все равно в банке будет положительный баланс. Потому что есть бабушки с пенсией. Они каждый день туда несут эту пенсию, как говорится. Они перечисляют пенсионный фонд. У тебя все дырки будут покрыты. А если у тебя денег мало, ты должен соображать, как это делаешь. Но если их совсем нет, ты ничего не сделаешь. Но если их мало, ты можешь рационально тратить, то можно определить приоритеты. Что есть смысл делать? С моей точки зрения надо делать всего лишь три вещи, которые нужны. Первое, нужно построить инфраструктуру для мусоропереработки. Мусоросортировки и переработки – это как бы взаимосвязанная вещь. И без этого ничего не будет. И скорее всего на это надо будет найти государственные средства. Никаких частных инвесторов складываться в инфраструктуру с отдачей через 10, 15, 20 лет не будут. Придется на это найти деньги, их потратить. Если внешнеэкономбанк, еще откуда-то – неважно. Но придется их искать – это первое. И важно, чтобы эти объекты построили по нормальным технологиям. Абсолютно неважно – японским, швейцарским, шведским, немецким. По каким-нибудь технологиям, которые соответствуют международным стандартам. Под контролем специалистов, экспертов, которые в этом понимают. Национальность этих экспертов совершенно не важна. Даже если есть эксперты из Украины, не надо думать, что они все враги. Но если есть эксперты, надо этим заниматься, качественно заниматься. Это первая вещь. Вторая вещь – это наведение порядка с тем, что есть, и закрытие полигонов четким планом их рекультивации. Все не сделаем, но постепенно, поэтапно надо делать. Но делать хорошо. Примером, Солариево, Москва, новая Москва, бывшая Подмосковья. Полигон – это крупнейшая с повалкой Восточной Европы до 2007 года. Закрыли в 2007 году, провели рекультивацию, дали разрешение строительства жилья рядом с этим полигоном. Там строится компания ПИК, строится целый комплекс под названием Солариево Парк называется. Солариево Парк. Знаете, с чем закончилось? Метро открылось. Метро открыли пять минут от метро. Квартиры продают. Дешево, кстати, продают. Люди все покупают. Уже дешево. Знаете, какая проблема? Проблема в том, что выяснилось, что рекультивацию полигона сделала неправильно. Забыли поставить нормальную систему сбора и очистки от свалочного газа. Из-за этого есть запах и есть возможность подозревать, что после заселения этого комплекса продолжительность жизни этих людей будет не очень высокая. Мы жилье от людей продаем и надо делать рекультивацию. Чтобы рекультивация, надо открывать купол этого полигона, потому что он сейчас рекультирован, закрыт. И сделать нормальную трубочную систему сбора этого газа, его фильтрации, вывода и фильтрации в итоге. Это как бы проблема. Компания ПИК вроде не собирается заниматься, но надо контролировать, как это будет происходить. Это решение конкретных проблем Солариево, Красный Бор и так далее по всей России с этим стоит заниматься и надо это делать в рамках всех возможностей экономики, которые есть. И третий – это вопрос восприятия, как говорится, ментального наших граждан, о чем мы начали говорить, как говорится, образование, просвещение, можно называть это по-разному. Объяснять гражданам, что собственно делать, зачем это надо делать, почему надо раздельный сбор мусора осуществлять. Я бы сейчас все об этом максимально упрощал, я бы не заставлял людей собирать в четыре контейнера, в три контейнера, накупить этих ведерками, поставить его, как говорится, вот не надо этим всем заниматься. Давайте даже упростим эту вещь. Перерабатываем, перерабатываем. И два ведра. Ну это можно убедить человека? Два пакета. Вместо одного – два. Стоимость пакета все-таки не грандиозный денег стоит. Давайте вот в один пакет, а в другой пакет. Это вот можно переработать, а это нельзя переработать. Ну визуальный человек. Давайте этому простому вещь научим. Потому что люди не понимают, что с этим происходит. Они понимают, ну вроде мусор выбросил, а что дальше произошло – непонятно. Давайте вот эти вещи простые объяснять. И дальше уже выстраивать под эту целую индустрию, как говорится, частный бизнес, малый бизнес, пусть работает по теме сортировки, пусть по теме перевозки. Но только перевозка должна быть. Хоть ГЛОНАСС, хоть GPS, но понятно, куда они везут. Потому что, например, в Москве сейчас непонятно, куда они везут этот мусор под Москвой. Они не знают информацию. Ну, конечно, знают, но не рассказывают. Она не публичная. Мы проверяли, кстати, делали такой. Рейд делали. Да, я могу рассказать. Вот здесь, как говорится, есть один из контейнеров, как говорится. И также мы бросили во всех административных круга города Москвы. Бросили не просто мусор, а такой трекер GPS, который работает. И посмотрели, куда они меня везут. Знаете, какое у нас было удивление, когда один из трекеров приехал. Ну, многие, кстати, завалило мусором. Многие не отвечали. Многие мусор, кстати, 5 дней не вывозили. Он так и лежал на этом месте. Привезли поселение Икша, Дмитровский район Московской области. Мы посмотрели, что за полигон. Закрытый полигон 5 лет назад. Мы приехали туда вместе с вашими коллегами, с журналистами, с телеканалом 360. Знаете, через сколько на месте нашего, как говорится, нашей встречи, нашего вот такого рандеву с коллегами, как говорится, на месте вот этого полигона, закрытых 5 лет назад, оказался глава администрации поселения и начальник УВД местного, как говорится, начальника отдела местной полиции. Знаете, через сколько? Через 10 минут они уже были. Они как услышали, что мы туда приехали, там начали проходить, кого-то что-то спрашивают, через 10 минут прискакали. И у них был вопрос. Они не интересовались проблемой, откуда же отходы появились, как же вот тут свежее ТБО, как говорится. Их это не интересовало. Они говорили другое. Они говорят, так, давайте, ну, надо собираться отсюда. Закрыт полигон. Это режимное учреждение. Что вы здесь делаете? Идите отсюда, как говорится. Они говорят, подождите, ну, вот у нас вопрос. Все журналисты, нормальные люди. Мы вас спрашивают. Вы представители власти. Вы правоохранители. Вы что делаете-то? Они говорят, ну, слушайте, ну, жалобу напишите. О, напишите на мою жалобу. Я ее буду рассматривать. Я вам отвечу. Так, не надо вам здесь стоять. Поехали в администрацию, напишите жалобу. Хотите, заявление можете написать в полицию. Так, и что дальше? Ну, коллеги из правительства Москвы, которые являются официальным заказчиком услуг этих компаний, интересовались, как говорится, как же это все так произошло, как мы куда кидали, какие трекеры. Я говорю, ну, на мое предложение к руководству департаментов жильщиков и многохозяйственного устройства Москвы, который выглядит заказчиком работы всех компаний, давайте проведем повторный эксперимент с вашим участником, вашим представителем. И я это запротоколирую. Они говорят, ну, не, наверное, не надо. Я говорю, а почему? Они говорят, ну, в непубличном формате. Ну, если бы ты говорил неправду, мы бы на тебя подали в суд. А если мы это выявим официально, и это будет не просто твое мнение, а будет официальный документ, то это нас приведет к печальным последствиям. Надо расторгать государственный контракт. Контракт заключен на 15 лет. Каждый год мы платим этой компании 25 миллиардов рублей. Ого. Вот это суммы какие-то. Общий объем 143 миллиарда. Ты хочешь, чтобы мы это расторгли? Посмотри, пожалуйста, в едином реестре юридических лиц название вот этих организаций. Как это название этих организаций? Бери там, ННН или ОГРН. Посмотри, кому принадлежат эти компании. Ну, просто компании принадлежат. Другим компаниям. Вот те компании, понятно, беднефицары. Ну, там обычно всякие обшоры, как говорится, там, Виргинские острова, как говорится, Кипр. Ну, понятные места дислокации. Но все эти компании известны, кому принадлежат. Они принадлежат людям с фамилией. Абрамович, Ротенберг, Чайка, который сын, нашим замечательным младшим сыном генерального прокурора. Ну, как бы, ты у кого хочешь из них расторгнут контракт? Ну, это правда, так и есть. Поэтому понятно, что тема экологическая проблематика, она всегда стоит очень близко от тем интереса крупного бизнеса, как правило. И какой-то политики. Ну, нет, конкретного бизнеса, да. Ну, не знаю, там, я, если вот мы про Пасковскую проблематику больше говорим, да. Ну, есть же огромное там количество примеров. Волгоград, Воронеж, Сахалин, Иркутск, да, Мурманск, да. Можно на эту тему бесконечно говорить. Сочи, Краснодарский край, да. Ну, вот места, где есть большие экологические конфликты, там, не знаю, проблема никеля на хапре, как говорится, да. Это Воронежская и Волгоградская области, как говорится, да. Это такая совместная их проблема. Но там интересы УГМК, крупные компании, электроцинк в Северной Осетии, Алании, Володикавказе, завод в центре города находится. Ну, это интересы конкретной компании, крупной компании, которая существует, да. Проблема Байкала, загрязнение Байкала, да, в Иркутской области. Это крупный бизнес, да. Сахалин, незаконная добыча браконьера. Ну, они, наверное, все случайно, как говорится, получились. То есть бывший губернатор Хорошавин со своими коллекциями часов, они у него, наверное, там, не знаю, инопланетяне подарили их, да. Вот он на Сахалине, где, в общем, все вроде как не очень там было, вроде как было внешне-то богато, как говорится, да. И граждане вроде так не сильно хорошо жили. Мы даже какие-то субсидии придумали, чтобы они летали в Москву, да, к нам. А там, ну, как бы, вроде все нормально у человека было. А вы думаете, это очень полезно для биологического разнообразия? Думаю, что нет. Мурманская область, ну, сейчас немножко получше ситуация стала, но я могу привести вам два примера Мурманской области. Первое, очевидно, сразу вы приедете в Мурманск и это увидите. Когда вы заезжаете по сопкам Мурманск от аэропорта, вы видите, над центром города стоит смог. Это перегрузка угля открытым способом происходит. Город топится, в том числе, от угля. Там есть мазут, 129, как говорится, тепловых станций, да, и остальное вот от угля. Кстати говоря, у них в Мурманской области губернатор считает, что надо увеличить объем, как говорится, поставляемого угля и снизить объем мазута. Вот есть у меня такое мнение, хотя уголь – это история 18 века, даже не 19, это 18 веки так и топили. Вот они с этим углем открытым способом его перегружают. Из-за чего смог. И у нас, если посмотреть центр города в этом Мурманске, он абсолютно вместо белого чёрное. И вот вы помыли окно, да, оно у вас постояло несколько месяцев, как говорится, оно абсолютно чёрное. Это правда. Это первый пример, который можно увидеть наглядно. Второй пример был совсем чудовищный, сейчас стал лучше. Город Никель и город Апатиты, как говорится, Мурманской области, километров 60-70 от Мурманска. Приезжаете, там лунный пейзаж. Можно снимать любые фильмы про Луну, не придумывая никакого компьютерного графика, не надо делать. Можно просто наблюдать, что там происходит. Могу вам сказать, что происходит? Абсолютно выжженная земля до кратеров. Кратеры просто. Это выбросы от двух предприятий, которые непосредственно находятся рядом. Это химические дожди. Там люди живут, они проживут, они там работают. Это моногорода. Это города, от которых граждане особенно уехать никуда не могут, найти другую работу. Они работают в предприятии и живут в этом городе. У них вариантов нет никакой. Зарплата у них там отнюдь не московская. Это же пример, это реальная жизнь. Это наши люди, как говорится. Мы должны это решать. Тоже Мурманск, полуостров Рыбач. Когда говорят, вот у нас страна укрепилась, мы продемонстрировали русский север, вот у нас Арктика. Мурманск, ворота в Арктику, вроде как он скупнейший из замерзаемых порт, как говорится, в Европейской части России. Давайте посмотрим, что там происходит. Вот там можно убираться до бесконечности. Там наши коллеги из военных ведомств так поруководили, что после себя оставили не выжженную землю, к сожалению, а просто навал такого количества мусора, который даже оттуда транспортировать невозможно, потому что дорог нет. Это на вертолетах надо делать. Либо там на спецтранспорте как-то это ввозить. Мы даже туда ниже дороги нет ничего, мы это вывезти даже не можем. Города-миллионники, крупная агломерация. Это Краснодарский край, Сочи, это Санкт-Петербург, Калининград, Москва, Московский регион, Новосибирск, Екатеринбург. Такие основные агломерации. Может, кого запустят, Челябинск. Там нужно иметь нормальные региональные программы и решать точно все эти проблемы. Есть проблема севера, северных территорий. Другая специфическая вещь. Нерентабельно абсолютно, ничего перерабатывать невозможно. Надо просто это все вычищать максимально, сколько можно. Есть стальная Россия. Ну, там такая ситуация во многих территориях более-менее нормальная. Но она не катастрофическая. Это, конечно, не нормально, что мы наваливаем, засоряем почвы. Но вот эти замусорные почвы по отношению к площади страны она незначительна. С территории там слабо заселена. Вот так это и есть. Задача не просто там в партии или там каких-то политиков, а просто всех здравоохранительных людей к этому говорить, про это говорить. Потому что если мы не будем на это обращать внимание, мы совсем скоро будем жить в совершенно непригодной среде обитания. Это все-таки наша страна, мы ее любим. Должны этим как-то ценить то, что нам досталось. Ответственность. Так вот, в связи с этим вопросом, ну как вы считаете, стоит ли учредить всероссийскую премию по экологии, ну так же, чтобы вот привлечь больше существенное внимание и, так скажем… Если денежная премия, то наверняка надо, потому что… Ну давайте без заказма, давайте серьезно посчитать. Нет, нет, серьезно скажу, если денежная, то точно надо, потому что большое количество энтузиастов и активистов, которым просто не хватает денег. Ну даже не то, что на какой день, на стартап, чтобы что-то делать полезное. Но я бы финансировал здесь вот конкретные инициативы, я бы не финансировал какие-то организации. У нас там есть механизм государственной поддержки НКО, есть президентские гранты, есть региональное значение программы. Много денег на это тратится, что-то эффективно, что-то неэффективно. Знаете, я вам приведу пример про гранты, про вещи. Я позапрошлым годом назад был экспертом по грантам правительства Москвы. Меня попросил новый тогда назначенный только представитель комитета общественной связи города Москвы, Александра Борисовна просил меня поучаствовать этой всей программе. Почему, когда она мне об этом говорила, я не говорил, слушайте, Александр, я вообще не специалист в НКО и так далее. У меня есть какие-то свои начинания. Я сложная методология, на самом деле. Как оценить, балл надо ставить, как говорится. И я вот честно скажу, как есть, как говорится. Если у вас принято что-то кому-то помогать, каким-то правильным общественным организациям, лучше меня не приглашайте. Потому что я напишу, как я считаю правильным. Наоборот, пиши, как считаешь правильным. Наоборот, это лучше. Мы должны перезагрузить систему, проверить, чтобы люди совершенно сторонние. Не с вот этой, как говорится, кругу людей. Когда вы получаете грант, а я его, как говорится, пишу. А потом в следующем году вы пишете, я получаю. Даже мы с вами бартером таким. А я, как человек, не из этой отрасли. Они говорят, вот очень здорово, что ты был. Мне прислали все эти заявки. Я могу сказать, меня удивило три вещи. Первое – качество заявок. Очень низкое качество. То есть, что люди предлагают, что пишут, это просто билиберда. Вот просто билиберда. Ну, например, одни говорят, социально важный проект – учить детей бразильским танцам. Ну, я все понимаю, но это перебор. Ну, зачем мы на это будем тратить деньги? Бюджеты города. Вот еще раз, если вы хотите учиться бразильским танцам, пожалуйста, это ваше право. Ну, чем эта механика государственной поддержки? В чем у нас необходимость? У нас бразильская культура, особенно здесь в России, развита. Ну, в чем смысл-то этой деятельности? Это как бы первая вещь. Меня чего-то удивило. Вторая вещь. Многие вещи из социальной студии не носят прикладного характера. Вещи очень важные – беспризорные дети. Ну, сто процентов социально важные. Точно надо этим заниматься. Но это не прикладная какая-то вещь. То есть, они книжку издадут по проблемам беспризорных детей. И кормить надо, одевать, как говорится, от шеи, как говорится, отмывать. А мы ей будем книжки издавать. Ну, с точки зрения приоритета – это же какая-то глупость-то, да? Ну, в этом плане, там, доктор Лиза, она со справедливой помощью, да? Но они конкретно делают. Почему не важно, там, многие о политике говорят. Ну, помогали детям. Это правда, детям помогали, да? Какие дети национальности, веровосповедания, в какой они на стране живут – они дети. О чем вы вообще говорите? Вот неприкладной характер этих вещей. И третья вещь, меня, конечно, удивило то, что, вот, например, там, экологической какой-то направленности, ну, практически ничего нет, как говорится. Да? Город огромный. Семь миллионов официально только проживает. А никаких особенных, вот, там, ярких проектов интересных, ну, мне лично не досталось. Я их не получил. Ну, по тебе экологии нет. Ну, вот, вообще, про водоохранные действия, да? Ну, то есть, я этим интересуюсь и, как бы, наоборот, думал, что сейчас будут какие-нибудь, там, инновации. Вот, придут какие-нибудь люди, мне расскажут какие-нибудь вещи и скажут – вау, да? Ну, про бразильские танцы я вам рассказал, про экологию ничего не нашел. А про водоохранного, как говорится, да? Ну, и мало прикладного. Поэтому важно, с моей точки зрения, если такую премию учреждать, она должна быть про конкретную инициативу, да? То есть, это такой вот программно-целевой метод решить конкретную вещь. Должен быть какой-то опыт у этих людей, практика какая-то, То есть, человек не может делать с чистой листалом, может, там, не знаю, замечательно выдумал все, как говорится, в голове, да? Никогда это практически не делал, и у него это не получится, да? Должен быть оно прикладной, должен быть опыт. И это все-таки, ну, должно проходить в режиме такого государственно-честного партнерства. То есть, должен быть энтузиазм людей, не чиновничий, да? Контроль страны общественности, деньги вот какого-то общественного института, да? То есть, они должны быть подконтрольны. Но механизмы, они должны все-таки направлены не на хаотическое решение всех проблем, как говорится, ну, там, не знаю, полезное какое-то вещь, ну, кормушки вешать, как бы, ничего в этом плохого-то нет, да? Но, если вы это просто делаете совершенно хаотически, толку от этого не будет. Должна быть определенная система. Вот поддержка такой государственной программы, и вот набор таких инициатив, такой премии, как говорится, да? Ну, она все-таки должна быть не материальная, а не какая-то просто на грамоту повесить. Ну, грамоту повесим, знаете, у нас их там огромное количество, как говорится. У всех организаций там, они там награждены, чем только могут, как говорится, да? Ну, примером, тоже, как говорится, старейшая российская организация природоохранная, которая, с моей точки зрения, там, имеет гигантский потенциал, и который вообще никак, вот сейчас, не выглядит вообще никак, да? ВАОП, Всероссийский общий охрана природы, ну, не знаю, там, советских времен, там, наверное, лакулатору собирали, да? Это вот как раз ВАОП делал. Грандиозная история, 24-го года организация существует. Она находится в каком-то таком предсмертном состоянии, как говорится, да? Да, предсмертном состоянии, они умереть не дают один факт. У них есть здание на нескольком бульваре в Москве, они его сдают в аренду. Они там все отселили, одну комнату сидят, а все остальное сдали в аренду, как говорится. Не природоохранным, а обычным коммерческим организациям, как бы, потому что вы не думали, что там, какие-то там, не знаю, бытовой там, обувь там делают, там, юристы сидят. Ну, солдат, набор, нотариус, там еще кто-то. Вот. Не дают им умереть спокойно эта организация. Вот только этот факт. Ну, это же, ну, неправильно, там, да? И поддерживать такие организации, сделать их нормальными, да? Нормально функционирующими. Это правильно. Да? Например, по теме биоразнообразия. У них огромный опыт был. В советское время они сделали очень много по теме биоразнообразия. Очень много экспертных исследований по этой теме сделали. Ну, это же нет. Например, книгоиздательский проект. Вот, в данном случае, да, если там про, когда говорят, нужно ли делать книжку про беспризорные детей, у меня есть сомнения. Надо ли книжку делать? Может, мы не просто их покормим, как говорится, и оденем, и как-то придем в порядок, дадим им какую-то набор книжек, которые вообще было бы правильно почитать. Например, «Когда умрет природа» доросла. Ну, вот, может, не популярно, что это западная литература. В общем, 60-е годы. Актуально до сих пор. Например, про биоразнообразие, как говорится, там он сам биолог был, и он написал, что, например, было на европейском континенте, какие были животные, как все было, почему это происходило, какой антропогенный фактор, как влияли люди. Полезно почитать. Ничего в этом плохого точно нет. Ну, сейчас не очень модно читать бумажные, как говорится, вариант. Ну, аудиокниги давайте сделаем. Это уже стоит не очень много, а там перевести, получить авторские права. Ну, всякое дешевле, чем книгоиздательство. Для людей, например, наше своем поколении, как говорится, мне кажется, полезные вещи люди в машине включили, послушали. Да? Ну, это же прикладная вещь. И мы, на самом деле, с точки зрения восприятия человека, он пять раз подумал про то, про то, про то. Альтернативные, про это сегодня не говорили с вами, но это тоже тема. У нас там ветряки не используются, а вся, как говорится, Европа, она вся ветряка, особенно северная Европа. Мне кажется, это уже какая-то… Ну, другая уже… Двадцатый век, и мы уже будем… Да я, слушайте, еще раз, надо понимать, что мы живем в параллельной вселенной. Мы уже не дойдем до этого. Есть куча всяких современных технологий, которые уже прикладным образом внедрены в жизнь многих стран. Да? Мы просто это делаем, у нас это не развивается по трем причинам. Первая причина, самая важная, как говорится, мы были очень богаты и расточительны в возможностях своих, как говорится. У нас огромная территория, мы не считаем, что земля это какой-то ресурс, а в Ипонии это ресурс. Еще какой ресурс? Это больше, чем любые, как говорится, деньги. Да, это вот первая вещь. Мы просто разбрасываем наши ресурсы, мы нерационально ними пользуемся. Это первое. Второе. У нас все-таки сложно советское наследие и вот эти переходные годы, которые были, когда люди решали совершенно… В советское время вообще на тему не думали, была другая, как говорится, парадигма. А сейчас проблема в том, что у людей много неустроенности, они не до этого. Много проблем, они решают какие-то другие вещи. И пока это в обществе не уставалось. Не очень большая социальная группа, которая этой темой озабочена. Ну и так электорально смотреть на эту ситуацию. Это вторая вещь. И третья вещь. У нас есть ощущение, что мы очень умные. Вообще очень умные глобально. У нас какой-то свой всегда путь. С местным управлением у нас свой путь. У нас местное управление не входит в органы государственной власти. Мы так решили. Написали в своей конституции в свое время Шахрая и компания. Они решили, что это так. Причем, может быть, вы бы схему наоборот продумали, правые гарантии продумали, укрепили бы этот институт. Его же не было в советское время. У нас было местное управление, были райкомы. И люди, когда говорят с ними, споришь про местное управление, а я такой сторонник местного управления, кандидатскую защищал, книжки на тему написал. А они говорят, это все фигня. Вот райкомы были, там был порядок. А у вас вообще никакого порядка не будет. У меня, кстати, вице-мэр Москвы прошлого говорил, дураковый который. Он говорит, это самоуправство местного управления. Это вообще никакого отношения к делу не имеет. Но это правда, что есть такая точка зрения. Мы очень умные, мы не смотрим на опыт прикладной, который можно было использовать. И по электронной энергетике, и по развитию сбора мусора, по очень многим вещам. Есть чем поучиться в разных странах. Не надо думать, что мы самые умные, не надо на тему комплексовать. Мы не хуже, не лучше остальных, как говорится. Когда говорят, Москва, современный европейский город. 100% это так. Причем могу вам сказать, что Москва один из лучших европейских городов. Вот это точно правда. Вот потому, что мы тут живем. Нет, не объясню. Я часто за границей бываю, могу сказать. Почему, как говорится. Есть две вещи, которые в Москве 100% лучше, чем другие города. Сервис. В Москве можно поехать в любое время, сейчас время дня и ночи, как говорится, поесть. Очень вкусно, замечательно. В Европе нет этого близко. Просто близко у них этого нет. Вот у них и даже за большие деньги невозможно ничего поесть, как говорится. А в Америке вообще есть невозможно. Вообще ничего вкусного, как говорится нет. Одно дрянь, как говорится, продается. Вон гамбургеры с хлебом эти дают, и больше ничего. Это правда, не надо думать, что это пропаганда, это правда, так и есть, как говорится. У нас клиент-ориентированность выше, чем у них это 100%, как говорится. Во-вторых, у Москвы есть точки роста и возможности для роста, чего нет у многих европейских городов. У них очень сложный был рынок земли, земельно-имущественных отношений, права собственности и так далее. А у нас огромные мертвые зоны в центре города, промышленности. Это большой недостаток, что у нас не было рынка недвижимости в принципе в советские годы. У нас были мертвые промышленные зоны, постсоветские города, они все такие. И в Варшаве тоже самое, и в других городах, в Восточной Европе. Просто в меньшей степени Москве это более утрировано. Но это недостаток, но это на самом деле большое достоинство. Так же как у Москвы нет какого-то архитектурного своего стиля, у нас было всего две архитектурные, как говорится, достояния в России. Это русско-деревянное зодчество и русский авангард. Ни того ни другого в Москве, как говорится, не видите. По-моему, последний пример русского авангарда сломала Батурина перед своим, как говорится, отъездом в Лондон, как говорится. А этого на Кушкинской шефте. Да, вот практически ничего у нас в мировом смысле, не для нас, для нашей идентичности, а мировой наш вклад, как говорится, в мировой архитектуре, практически ничего нет. Мы можем очень подвижно развивать город свой, можем делать из города совершенно то, что нам нужно. Вот наши недостатки, это наше достоинство. Это вот так. И в этом плане мы потенциально, Москва, это абсолютно точно, как говорится, один из мировых лидеров. Вопрос качества управления. Организуем и сделаем, будет отличный город. Лучше, чем очень многие европейские города. Ну а то, что поесть можно, мне кажется, это вообще блестяще. И вообще, не знаю, можете ночью пойти починить ботинки, где в Париже подчинить ботинки, как говорится, сможете ночью. Да нигде, у вас, как говорится, да подумано, что вы сумасшедшая, как говорится, отправить в полицию. Плюс вот, мы, европейцы, это не смогли решить, а мы решили практически, да, мы объем вот эти нелегальные миграции сильно сократили. Это, кстати, проблема кризиса, что у нас, как говорится, экономические условия ухудшились. Но посмотрите, что в Париже происходит, что происходит в Берлине, что происходит в других европейских городах. И что у нас? Ну, у нас... – Там же не мигранты из СНГ, а там мигранты из Африки и другие немного. – У нас это снизился объем, и многие люди, которые остались, они все равно социализированы. Это огромная проблема. Нам надо делать выводы, учиться и положительным у них, и делать выводы из отрицательных. Поэтому я за глобализацию против любых войн.